В Крыму произошла массовая атака беспилотниками и ракетами. Как пишут оккупанты, три ракеты попали в склад боеприпасов в поселке Вольное Джанкойского района. Попали прямо по аэродрому, на котором могла быть российская авиация. После этого началась мощная детонация боеприпасов. Скорее всего на этом складе хранились вертолетные управляемые и неуправляемые ракеты. Пока что мы не владеем информацией о том, сколько на авиабазе могло быть вертолетов. Позже по спутниковым снимкам будем любоваться последствиями. Местные жители просто в шоке и не знают, что это такое. В то же время оккупанты пишут, что им якобы удалось подавить 11 беспилотников средствами РЭП, но скорее всего они врут. Международный преступник Гауляй Тараксенов сообщил, что началась эвакуация населения из 5-километровой зоны, где детонируют российские склады с БК. Также перекрыто движение железной дороги в Джанкойском районе и автомобильной трассы Джанкой-Симферополь. Казаки идут на Крым и будут жечь на своем пути всю российскую технику и склады боеприпасами. Пока россияне бьют по гражданским объектам, совершая военные преступления, ВСУ поражают объекты российского ВПК, нанося мощный урон российской армии. Еще несколько мощных взрывов прозвучали в селе Донской и Симферопольского района, с интервалом в 10 минут. По всей видимости российское ПВО устало. Массовое поражение российских противовоздушных комплексов дает свой результат, россиянам становится все сложнее бороться с воздушными угрозами.